Чтобы наши дети занимались, дышали свежим воздухом, дышали экологией, а не этой заразной болезнью, которая там будет разводиться в земле по многу лет. Зачем это надо? Я считаю так. Так считают и те, кто пришел сегодня на отчет инициативной группы по вопросу строительства нового здания туберкулезного диспансера в Иркутске. Возвести корпус медицинского учреждения предполагается на Синюшиной горе, поэтому в зале в основном жители этого района, а также Лугового, Конева и поселка Черемушки. Всего около 500 человек. Для них это больной вопрос, поэтому эмоции зашкаливаются с первых минут встречи. Жители возмущены тем, что строительство важного объекта с ними не согласовали. И это несмотря на тот факт, что в ноябре 2018 уже прошли общественное слушание, где большинство присутствующих высказались за возведение объекта. Я живу на Синюшке 1965 года. Я абориген. У меня просто вопрос. У нас что? Вся Синюшка больная туберкулезом? Или у нас больных будут поставлять в Красноярске, в Новосибирске? Откуда больных возьмут? Сегодня количество больных туберкулезом в Иркутской области выше, чем в среднем по стране. Почти в два раза. Некоторые из пациентов проходят лечение именно здесь. На Синюшной горе расположен туберкулезный диспансер барачного типа всего на 105 коек. А дефицит мест при ангаре составляет 1000, что в 10 раз больше. Здание было построено в 1938 году и сейчас уже не соответствует современным требованиям. На этом же месте и планируется построить новый комплекс на 600 коек с закрытой пропускной системой. Насколько это обосновано, жители хотят разобраться более детально. И поэтому намерены выйти с инициативой по проведению повторных слушаний по этому вопросу. И непременно на территории Синюшной горы. Николай Текалов, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Синюшной горы.